Братья и сёстры, друзья дорогие, знаете, вот один объединяющий фактор жизни, который объединяет абсолютно всех христиан, наверное, живущих в разное время, живущих в разных континентах, на разных континентах, разной национальности, разного цвета кожи, этот объединяющий фактор – это страдания. И знаете, эти страдания, они были, они есть, они будут и в будущем. И нам, как христианам, нужно обязательно быть готовым к разным обстоятельствам жизни, к страданиям. Нам, друзья, важно это понимать. И перед тем, как я прочитаю текст из Библии, я бы хотел привести небольшую статистику из мировой истории. Чума Галина в 165-м по 180-й год от Рождества Христова унесла жизни от 7 до 10 миллионов людей. И у Синианова чума, начавшаяся с 541-го года, друзья, она унесла около 90 миллионов людей. Черная смерть с 1338-го по 1353-й год, она унесла жизни 60% населения всей Земли. Это было более 200 миллионов людей. Было других много эпидемий, пандемий. Даже мои прабабушка и прадедушка, они тоже умерли вследствие эпидемии брюшного тифа. Друзья, и было множество войн на Земле, и происходит. И никто даже не может почитать примерно количество конфликтов, не говоря уже о жертвах этих войн. И, друзья, и христиане, они жили и живут в такой век, когда на Земле страдания. Если брать конкретные примеры яркие христиан известных, то они тоже, кого ни возьми, они все проходили через страдания и трудности. Например, Джон Баньян, который написал книгу «Путешествие Пилигрима» известную, он страдал немало в своей жизни. У него умерла жена довольно в молодом возрасте, у него умер близкий друг, он сам заболел смертельной болезнью. И его посадили за проповедь Евангелия, казнить хотели. Потом он выздоровел от болезни своей, 12 лет просидел в тюрьме и прошел эти испытания с верой. Друзья, также есть такой человек, Джон Оуэн, это богослов, он был администратором Оксфордского университета, он был большим любящим тружеником Бога, но из 11 детей, которые у него были с женой, 10 детей умерли во младенчестве. Он каждый год за годом хоронил своих детей. Он жил в невероятных страданиях, и, друзья, он прошел эти испытания. И, знаете, друзья, братья нашего братства тоже немало страдали, немало сидели в тюрьмах, и мы знаем, что также даже все апостолы практически они были казнены. И я к чему это все перечисляю, почему это все говорю, потому что хочу, друзья, напомнить, что мы живем в мире несовершенства, в мире греха, в мире страданий, и мы должны быть готовы к тому, чтобы страдать иногда, и когда это приходится, друзья. Я прочитаю один текст из Библии, который показывает невероятное могущество Бога в разных обстоятельствах жизни человека и даже в страданиях. Я предлагаю прочитать послание к римлянам, 8 глава, 28-29 стих. Послание к римлянам, 8 глава. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Друзья, хотел бы ответить на несколько вопросов в процессе размышления. Первое. Все-таки, кому именно относятся эти слова, кому именно все содействует ко благу? И второе. Что значит «все содействует ко благу»? Друзья, апостол Павел, под вдохновением Святого Духа, он говорит, что «любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». То есть здесь два таких всплывают перед нами определения. Это люди, любящие Бога, и люди, призванные по Его изволению. Друзья, люди, любящие Бога, это дети Божьи, это возрожденные, искупленные христиане, которые приняли дар спасения, у которых сменилось противление Богу или безразличие к Богу, на любовь к Богу, на послушание к Богу. Это люди, друзья, принадлежащие Христу и Иисусу, которые могут любить Бога всем своим сердцем. Может быть, это, друзья, несовершенная любовь, но она есть, она присутствует в человеке. Также, друзья, мы видим второе определение, это призванным по Его изволению. Братья и сестры, друзья дорогие, это не просто оговорка или какая-то незначительная мысль, это очень важная, очень важная доктрина и важная такая мысль. Павел говорит, я полагаю, друзья, чтобы христиане не забывали, чья заслуга в спасении человека, все-таки человеческая или Божья. Друзья, мы видим, что, Павел говорит, что по намерению, по расположению Божьему, человек был призван Богом. Друзья, призванным – это не просто проинформированным, призванным – это значит приглашенным лично. Много званых, но мало избранных. И в контексте этого отрывка мы видим особое отношение к христианам, друзья. Христиане – это особенные люди для Бога, это люди, взятые в удел, это царственное священство, это род избранный. Друзья, и я думаю так, друзья, полагаю, что мы с вами, христиане, братья и сестры, мы смогли выбрать Божий путь, пойти за Христом, уверовать во Христа Иисуса, в первую очередь потому, что Господь сперва нашел нас и призвал нас. Не по нашим заслугам, не по нашему благочестию от рождения, а в первую очередь потому, что сначала Бог призвал нас. И, конечно же, тоже правильно, что для спасения человека от вечных страданий обязательно необходима вера человека, человеческий отклик. Друзья, но еще больше спасения человека необходима именно божественная, благодатная инициатива. В послании к Ефесянам, в первой главе, апостол Павел пишет в другой церкви уже третьим-четвертым стихом. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». И это, братья и сестры, великая, вот невероятная тайна. Тайна в том, что Господь призывает христианина, Он его потом не оставляет одного и продолжает с христианином божественную работу. Друзья, Он хочет, Бог, чтобы человек стал подобным образу Иисуса Христа, Сына Своего. И вот как раз таки, друзья, мы об этой работе сегодня и говорим. Сегодня читаем этот основной текст. Божье провидение, друзья, оно определяет абсолютно все, что находится на небесах и все, что происходит на земле. Но хотел бы такой, знаете, риторический вопрос задать, может быть, сам себе. Бог ли избирает ко спасению человека, друзья, спасает его по своей благодати? Да, Бог. Об этом сказано в Писании, об этом говорится в Библии, я в это, друзья, верю. Но правда ли, что в Писании сказано, что если человек сам не выберет Христа, сам не раскается в своих преступлениях и поступках, и грехах, то его ждет вечное наказание, справедливый суд Божий, а потом вечное наказание. Да, братья и сестры, это тоже правильно, об этом тоже сказано в Писании. И здесь нет никакого противоречия, здесь абсолютная истина, что в первом случае, что во втором. И в другой день выйдет брат за кафедру другой, будет говорить о нашей ответственности пред Богом, о нашем выборе, и он тоже будет прав. Просто, друзья, я вот читаю этот текст, и хочу, чтобы мы видели именно всемогущество Бога во всех вопросах, в вопросах и земных, и вечных вопросах, чтобы мы ни в коем случае не ставили в заслугу себе, христиане, какие-то либо духовные достижения. Итак, друзья, вот мы определили этот круг людей, которым все содействует ко благу. Это люди, христиане, любящие Бога, это люди, призванные по Его изволению. Им все содействует ко благу. Друзья, знаете, я среди недели ночью уже пытался уснуть, я размышлял, сам себе отвечал на вопрос, и я, знаете, не мог представить, ну неужели все, неужели даже великие скорби, которые постигают людей, в частности в нашей церкви, в отдельных случаях, есть большие скорби и переживания, неужели все содействует ко благу? Потом мне пришла еще более тяжелая мысль, неужели даже ошибки христианина могут содействовать для вечного блага? Как это возможно? И потом пришла заключительная мысль, друзья, это то, что главное, чего я не могу делать, я не могу отрицать Священное Писание. В Священном Писании написано слово «все», и это слово, оно не подразумевает никаких оговорок, оно не ставит никаких ограничений. Ни этот стих, ни контекст, они, друзья, не допускают каких-то либо условий и понимаются в самом широком смысле этого слова. Ничто, друзья, из существующего на земле или происходящего на нашей земле и на небесах не без контроля Бога. Абсолютно все в конечном счете для истинного христианина служит для вечного блага. В Евангелии от Матфея, в 10 главе, Иисус Христос сказал 29 стихом, где он сказал так, «Ни две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены, не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Друзья, представляете, не только без ведома Бога не упадет даже маленький воробушек на землю, но без участия Бога в этом вопросе не произойдет этого. Друзья, тем более христианин, он намного лучше малых птиц. И, друзья, Павел в нашем тексте, который мы сегодня рассматриваем, он свидетельствует в том, что Господь все, чему позволяет случиться с его возлюбленными детьми, и даже самое худшее, даже страдания или испытания, или какие-то ошибки, он в конечном счете обращает в благословение. Друзья, страдания или скорби, они даже в нашей жизни не будут лишними. Как бы это ни звучало грубо, они не будут лишними, потому что именно Господь управляет жизнью христианина. И, друзья, можно приводить очень много примеров сегодня, у нас вообще времени очень мало. Я приведу только коротеньких два примера, где Господь страдания обращает в благословение. Вот первый пример, друзья, Иосиф. Мы все знаем эту историю. Иосиф, ему случайно снится сон. Случайно ему дарят красивые одежды, отец, потом каким-то образом его возненавидят братья, и каким-то образом проходит мимо случайно караван. Потом они его продают в рабство, его братья, в Египет. Потом появляется Патифар, потом он попадает в темницу, там снятся сны людям определенным, и он попадает в дом фараона. Потом случайно он становится заместителем фараона во многих вопросах. Потом снится, потом становится голод на земле, совершенно случайно. Потом братья приходят к Иосифу, они встречаются, они узнают друг друга, и все это выливается в разговор, когда Иосиф сказал, «Когда вы замышляли против меня зло, Бог обратил это во благо». Друзья, это не было случайностью. Не было ни одной случайности. Это было все под контролем Бога. Друзья, апостол Павел, который мы сегодня читаем, его послание, он имел жало во плоти, ангел сатаны удручал его, он три раза молил Бога о том, чтобы Бог избавил его от этого жала. Но Господь сказал, «Довольно для тебя благодати моей, ты пронесешь все эти испытания, я тебе дам силы, ты сможешь пронести эти испытания, потому что сила моя совершается в немощи», там говорится так. И Павел понял, для чего нужны были ему эти страдания, для того, чтобы он не превозносился чрезвычайностью откровений. Друзья, примеры таких Божьих благословений в страданиях, в разных обстоятельствах можно перечислять очень много. Но я думаю, друзья, что, наверное, легко говорить о том, когда ты за ту сторону истории, ты живешь и читаешь то, что было раньше. Тяжелее, когда ты переживаешь это в реальной жизни, вот когда это случается с самим собой. Но вот именно для этого, друзья, я сегодня читаю этот текст, напоминаю всем нам, чтобы мы видели всемогущество Бога в разных вопросах, чтобы мы могли, когда встаем на молитву, доверять нашему Богу, всемогущему, который контролирует абсолютно все. И, друзья, когда мы будем молиться, возможно, многие знаки вопросительные, они будут сами по себе уходить. Последний вопрос, я уже ближе к заключению подхожу, я хотел затронуть, какому же все-таки благу верующему человеку все содействует. Может быть, это какому-то материальному благу. Давайте прочитаем 29 стих еще раз, и я захвачу 30 стих. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Вот, друзья, когда мы видим, что основной конечной целью нашего великого Бога является то, чтобы довести христианина до вечной жизни, вот тогда становится понятно, для какого блага все христианину содействует и все ему служит. Друзья, для духовного блага, конечно же, для духовного и для вечного блага. И страдания, и другие обстоятельства жизни будут для христианина именно благословением и для спасения вечного, чтобы христианин был между многими братьями в вечности. Друзья, все обстоятельства жизни, они служат для именно вечной цели. И это не значит, друзья, что мы не можем Бога просить о благе земном. Конечно, мы просим, Бог отвечает. Но земное благо, обычное человеческое, вот это земное, оно дается всем людям. Оно дается и неверующим людям, людям, даже ненавидящим Бога. Потому что в Нагорной проповеди сказано, и солнце встает над злыми и добрыми, и дождь проливается над праведными и неправедными. Но именно духовное благо, а то, которое мы сегодня читаем, оно дается только верующим людям Божьим. В заключении, друзья, я хотел бы такую подметить мысль. Может быть, я и затронул, друзья, очень такую тему, сложную или долгую. Но я хотел просто нам напомнить по тексту, друзья. Текст напоминает нам, что, во-первых, если мы находимся в Божьей семье, если мы любим Господа, то нам нечего бояться. Абсолютно нечего бояться. Бог все контролирует. Ничего не будет упущено нашим вечным Богом. А вторая мысль, друзья, то, что даже самые сложные трудности в жизни, даже наши ошибки какие-то, даже переживания или великие страдания, они будут Богом обращены во благо. В конечном итоге обязательно. И, друзья, когда настигнут печали и большие трудности, когда мы встанем на колени, будем просить Бога избавить нас от этих трудностей, и эти трудности не будут, допустим, уходить, или Бог будет долго отвечать, мы должны верить то, что Бог даст силы все это исполнить, пройти эти испытания. И обязательно Господь даст сил и в конечном счете обратит все вечное благо. Думаю, друзья, что мы должны благодарить нашего Бога за Его милость и за Его безопасность во Христе. Вот за то, что Он так нас любит, что настолько премудро все усмотрел. Друзья, с человеческой точки зрения мы люди, дети Божьи, любящие Бога. С Божьей точки зрения, с Божьей стороны мы избранные и призванные им. Поэтому, друзья, давайте всегда будем помнить и благодарить Бога, что им все содействует к вечному благу для христиан, к вечной безопасности в Боге. Слава вечному Богу нашему за все. Аминь. Слава вечному Богу! Продолжение следует...